Добрый день, дорогие зрители канала Марина Цветы! Как часто я говорю вам такие слова, чтобы быть счастливой надо успевать главное. Дорогие друзья, каждая женщина так любит цветы, так мечтает, чтобы ей подарили цветы, но настоящая женщина всегда выращивает свои цветы для себя, для своих близких и родных. На канале Марина Цветы огромное количество мастер-классов о том, как выращивать обычные и необычные растения. Но у меня, как и у каждой из вас, дорогие друзья, дом, семья, работа. Конечно, очень много хочется времени уделить не только себе, но своим близким. Но забота о растениях в саду, в огороде и вот даже в квартире комнатные цветы занимает огромное количество времени. Совсем недавно я сняла для вас видео-медитацию и спрашивала вас, а есть ли у вас уголок счастья в доме? И очень многие мне ответили, да, вы сделали вот такие уютные уголки, кто на лоджии, на балконе, на веранде, на террасе. У кого-то просто в городской квартире есть вот такой прекрасный, роскошный цветник симполии. Дорогие друзья, и я, как продвинутый цветовод, также вместе с вами гуляю на просторах интернета. И что же я заметила в последнее время? А то, что я отстаю от тренда. Оказывается, есть новинка, это автополив. Действительно, приспособление настолько популярно, оно настолько в тренде, что я очень расстроилась, что я опаздываю за этими новинками. Дорогие друзья, вот я сделала себе вертикальное озеленение. Это озеленение у меня на веранде. Вы можете цветы расположить и в беседке, и в квартире на подоконнике. Есть очень большая проблема в офисах цветы, когда может быть некому даже ухаживать, поливать и подкамливать. Но самая большая проблема для нас с вами, это то, что мы не можем оставить свои растения надолго, уже в отпуск или в путешествиях. Только ради даже цветов нам приходится кому-то обращаться, чтобы их кто-то полил. И очень часто бывает так, что вы приезжаете с отпуска, ваши растения выглядят не только непрезентабельно, но очень часто и погибают. Дорогие друзья, я познакомилась с новинкой, с автополивом. Это настолько интересное приспособление, но как увлекающий цветовод, я решила использовать автополив немножко в другой тематике. Для меня очень важно выращивать необычные растения. И вот, дорогие друзья, я хочу сейчас с вами поделиться и показать, как я приспособила автополив для вертикального озеленения. Мы поговорим с вами о технической части, но, дорогие друзья, если у вас растения будут находиться в офисе, как я сказала, на подоконнике, здесь вообще проблем не будет устроить автополив по времени. Если у вас будут находиться на вот такой веранде, на террасе. И я обязательно хочу вам презентовать еще одно видео для всех любителей синполи. Это будет необыкновенная презентация, потому что выращивая синполи, узумбарские фиалочки, это фанаты растений. И очень много времени вы уделяете заботе о них. Но это будет отдельное видео, это будет мастер-класс. А сейчас мы поговорим с вами вообще о системе автополива, который совершил революцию на ютубе. Я не побоюсь этого слова сказать. И практически все продвинутые цветоводы, или женщины, которые ценят свое время, или мужчины, которые хотят подарить презент своей любимой женщине, этот автополив действительно незаменимая вещь. Прибор очень простой, очень простой. Я сейчас вам хочу рассказать о технических достоинствах автополива. Презентует его фирма Минифермер. Очень много интересных принадлежностей он представляет для вашего внимания для садовода в огородниках. Но вот сейчас, как для цветовода, для меня такой презент это действительно является чудо. Я вам продемонстрирую чуть позже, как происходит автополив на вертикальной стоечке. Но сейчас я вам покажу, из чего он состоит. Очень простое приспособление, которое с тебя включает. Вот шланг достаточно длинный. Мы можем с вами распределить автополив до десяти растений. Я считаю, это практически фантастика. А так как я приобрела два автополива, 20 растений у меня. А фиалок у меня намного больше может быть в поливе. Это будет следующее видео. Это прекрасно. Здесь присутствует вот такая шланга, переходнички разного вида и, дорогие друзья, помпа. Помпа, которая и представляет собой, ну, самое ценное. Она выставляется в ручном режиме. Мы например, я выставила полив один раз в день, то есть раз в сутки. Вторая кнопочка, это будет время, секунды, сколько должен быть автополив. Мы посмотрим, какой напор воды происходит. И я постараюсь вам рассказать о том, что в среднем, вот в весенний-летний период, наше растение требует, ну, вот примерно вот такое растение. 50-100 грамм воды. Это в режиме каждодневного полива. Более того, дорогие друзья, когда растение получает постоянное дозированную влагу, оно чувствует себя комфортно. А когда вы полили, потом забыли, это стресс для растения. Он аккумулирует свои резервы и не может проявить всю свою красоту. Поэтому вот здесь как раз в ручном режиме мы с вами отрегулируем явление полива. И самое главное, это то, что работает автополив на обычных батарейках мизинчиковых, не требует энергозатрат. Для многих это сейчас очень важно и безопасно это все оставлять. Здесь есть инструкция, которая очень легкая к применению. Ну, наверное, об этом мы сейчас с вами поговорим позже. А сейчас я хочу продемонстрировать вам вертикальный полив вот этим устройством. Еще раз повторяю, дорогие друзья, только канал Марина Цветы мог презентовать вам вот такое вот необыкновенное применение. Если у вас огромное количество цветов, расположите их вертикально и используйте способ, который я вам советую и сейчас продемонстрирую. И мы с вами получим прекрасный уголок. Уголок для уединения, для чаепития, для созерцания, для медитации и просто для радости в своей семье. Итак, давайте посмотрим, как работает автополив и как я приспособила это устройство под свою вертикальную горку. Дорогие друзья, автополив это капельный автополив. Мы можем расположить на сточки до десяти растений. Но посмотрите, как оригинально я обустроила автополив для того, чтобы не привлечь внимание, ну, каким-то необычным видом. И моя стоечка выглядела презентабельно. Автополив, посмотрите, я разместила в обычном кашпо для цветов. Здесь у меня нет дренажа, он полностью герметичный снизу. Налили воды достаточное количество. Я вам позже покажу. И разместили помпу, которую заранее отрегулировали, поставили батарейки мизинчиковые. И, дорогие друзья, помпа может поднимать напор воды до 50 сантиметров. Поэтому и вот растение, которое выше, и можно было поднять еще выше. Но я просто физически туда не достаю. растение еще выше получит питание. Полив. И получается одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Или гуще, если расставить, то есть до десяти кашпо вы можете расположить. Посмотрите внимательно. Вы абсолютно не видите этот автополив. Он настолько деликатный, его практически не видно, и он не бросается в глаза. Трубочка здесь прозрачная. Для того, чтобы она выглядела ровно, совпадала с вашими кашпо, я советую вам заранее развернуть ее, для того, чтобы она разровнялась. Потому что она в такой спирали, как бы скрученная у вас. Поэтому заблаговременно вы ее разровняйте. Перед тем, как вы будете формировать именно автополив. Итак, мы ближе посмотрим, как работает эта система. Дорогие друзья, здесь есть три кнопочки. И вот в ручном режиме мы включаем среднюю кнопочку. Я вам сейчас показываю. Это запускается уже таймер, выставленный заранее. И вот посмотрите, прозрачные трубочки, по них идет вода, которой абсолютно не видно. Очень деликатный автополив. И вот теперь у меня фуксия для вас выращивается, очень эксклюзивные сорта. Она требует действительно увлажнения. И вот, пожалуйста, выставляя где-то на 60 секунд, вот такой капельный полив будет наполнять растение один раз в сутки. Я надеюсь, вам видно капельный полив. Размещая эту систему по вертикали, растения все получают равномерно водичку. Если вы разместите на подоконнике просто, то в конце 9-10 растения вы, пожалуйста, выставляете те, которые меньше требуют влаги. Обычно это суккуленты, молочая. И вот, пожалуйста, посмотрите, хлорофитум пестролистный, прекрасное растение, которое также требует нам полива, водички. Он очень хорошо отзывается на влагу. И вот посмотрите, в течение минуты, каждый день, в определенное время, будет хлорофитум получать также капельный полив. Мы можем добавлять минеральное удобрение сюда, но в очень маленьких концентрациях. Этот метод называется полив бульоном. Я вас учила всех цветоводов начинающих, как вырастить шикарные растения. Минеральная подкормка в очень маленькой дозировке. То есть вы практически вот в эту кашпо заливаете, можете чистую водичку, а можете залить слабый-слабый раствор минерального удобрения или для определенных растений. И буквально вот такого кашпо моим растениям, если по 100 грамм, это будет достаточно на долгий-долгий период времени. Вы можете спокойно взять большую емкость, ведерочка, например, 3-литровую, 5-литровую, опустить помпу. И уехать спокойно на неделю, а то и на две. Вот так выглядит помпа. Автополива. В наборе шланга прозрачная 10 метров, та, которая практически не видна у нас при поливе. Разные переходнички вот в таком количестве идут. И вот как раз непосредственно вот устройство капельное, которое вставляется в грунт, и по ней капельно поступает влага. Это очень удобно заглубить в грунт. Помпа работает на батарейках мизинчиковых, дорогие друзья. Вот эта клавиша регулирует у нас секунды, сколько будет происходить капельный полив. А вторая кнопочка – это дни. Вы постарайтесь, пожалуйста, правильно просчитать. По моей практике, полив один раз в сутки обычных растений, и можно выставить 15-30 секунд. Больше я не рекомендую как цветовод, потому что цветы будут залиты. Помпа работает достаточно мощной. Поэтому от 15 до 30 секунд максимум я вам советую. Это среднее кашпо раз в сутки. Вы поставите батарейки, здесь циферплат зажжется. И вот эта кнопочка принудительна. То есть вы можете сами в любой момент подойти, включить или отключить автополив. Практически вот это и все устройство. Дорогие друзья, и вот этот диаметр полностью соответствует тому, что вы можете накрутить на обычную пластиковую бутылку. Полтора-двухлитровую. Поэтому вам очень удобно просто взять пластиковую бутылку и также расположить на ней помпу. Но я стараюсь все оформлять очень красиво, деликатно. И в этот раз я использовала кашпо. Здесь есть клипсы специальные, которые крепятся на кашпо. Это тоже было очень удобно. Дорогие друзья, вот на протяжении минуты мои растения получали капельный полив. Вы должны отрегулировать методом эксперимента, насколько вам надо оставить. Может быть на 20 секунд, может быть на 30. Потому что вертикальный полив помпе легко поставлять в водичку. Если у вас будет горизонтальное расположение, здесь может помпа работать немного по-другому. Снова обращаю внимание, что такое автополив. Вы можете использовать, что помпа вам поднимет водичку где-то на 50 сантиметров без проблемы. Поэтому подбирайте такие растения, которые действительно будут благодарны такому автополиву. Вот светение цикламена будет прекрасное, потому что он любитель влаги в этот период. Герани тоже дозировано будет получать у нас водичку. И аспарагус, посмотрите, скоро зазеленеет изумрудными такими ампельными ветками. И просто будет вот такое зеленое облако у нас. Система автополива капельная удивила меня. Потому что я очень требовательный и достаточно щепетильный человек. В цветоводстве, в овощеводстве, в растениеводстве. И я честно вам хочу сказать, что сегодня у меня также минутка счастья была. Потому что мои растения действительно будут получать дозированную влагу. И это отразится на их росте. И я очень скоро хочу порадовать вас необыкновенным цветением новых растений в моем саду. И вот на вертикальной стоечке. Дорогие друзья, если вы хотите быть капельку счастливой. Если вы хотите сделать кому-то презент, дорогой, близкой подруге. Поверьте мне, вот такое чудо автополив удивит ваших друзей. Порадует любимую женщину. И действительно сделает ее немножко счастливой. Рекомендую вам фирму Минифермер. Которая является поставщиком автополива. Вы найдете ссылочку у меня под видео. Я создала плейлист для вас специальный. Аксессуары и приспособления для сада и огорода. Где вы сможете снова просмотреть это видео. Просмотреть следующее видео. Дорогие друзья, только канал Марина Цветы. Я предлагаю вам настолько необычные решения обычных проблем. Что я надеюсь, что вот такой автополив вы примените у себя на веранде. На террасе, в беседке, в офисе, в доме. Это будет просто чудо вашего дома. Подписывайтесь на мой канал. И украшайте свой мир цветами. Продолжение следует...